Дворцовый комплекс На декоративное искусство Исповедующих мусульманство народов Сюжетные росписи исчезли Остались лишь пейзажные И декоративно-орнаментальные потери В хадисах пророка Мухаммада Есть предупреждение Берегитесь изображать Господа или человека Опишите только деревья, цветы И неодушевленные предметы В основе порицания изображения Живых, одушевленных существ Лежит мысль, что никто, кроме Аллаха Не может и не должен воспроизводить То, что создал Бог Иначе художник якобы Конкурирует с Божеством И этим посягает на его волю В орнаментах и каллиграфии Художники открыли новую систему Образов и представлений Язык символов и культово-магических знаков Прелесть аллегории и метафор Все это скрывается закажущейся пестротой И затейливостью растительно-геометрических орнаментов Заполняющих все поверхности Самых различных произведений Народного искусства Узбекистана Художники Нахкоши Составляя сложные орнаментальные композиции Выражают различные благопожелания Которые легко расшифровываются Взглядом посвященного человека Так бутоны и листья Были связаны с идеей плодородия А ирисы символизировали покой И долгую жизнь Представление народа о цвете и узоре Постоянно сплетались смайами Верованиями, обычаями и наставлениями Белый цвет в росписях выражал пожелание счастья Голубой – почитание всего высшего Красный цвет – радость Каждой архитектурной детали в интерьере Соответствует определенный тип орнаментального указа Стены делятся на три части по горизонтали Панель, средняя широкая часть и фриз Фриз обычно содержит одноцветный геометрический ресурс Переход от стены к потолку Оформляется сталактитовым карнизом шарафа Плоские дощатые потолки Расчленяются на отдельные кессоны И украшаются заглубленными сталактитовыми куполками хауза Искусство росписи развивается на протяжении многих веков Сегодня оно, опираясь на богатые традиции мастеров прошлого Переживает новый подъем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова